Для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. О молитве уже мы столько слышали, столько читали, и каждый раз находим новое уже из своей жизни. Молитва нужна не Богу, нам, чтобы мы увидели, что мы немощные, слабые, ничто из себя представляем. Что Бога славят Херувим и Серафим и небесные силы в бесконечные веки. Что наша мольба, тем более просьба. Это первичное, начальное, самое малое. Мы же все время в роли просителей. И апостол Павел, зная, что его Бог избрал, в первый же день сказал, я покажу, сколько ему пострадать придется. И говорит, я посылаю его далеко к язычникам. То есть сомнений никакого не было, что апостол Павел знал свое посланничество. Апостол, слово, на русский язык переводится, посланный. Ну, у нас слово апостол сегодня только в ироническом смысле. Ну, смотри, апостол нашелся. А вы слышали такое имя у аварских народов? Расул. Это тоже означает посланный. В нашей жизни встречаются эти слова, а мы их не замечаем. С латинского слова посланный означает депутат по-русски. У нас, так кажется, посланников много. Но кто выполняет ту миссию, которую Иисус Христос назначил? Депутаты. И когда избирают депутат, это посланники от народа, чтобы выражать его интересы. А надо было выражать интересы Божьи в отношении человека. И апостол Павел говорит, будьте постоянны в молитве. Как? Ну, я же спать ложусь. Не пристанно молитесь. Даже вот этот вопрос долго решали. Как? Сердце мое спит. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Песни-песни. Ожидание. Другие считали так. Я творю добрые дела, помогаю милостыним. Ну, конечно, я отдыхаю и ложусь спать. Но так как милостыню я щедрую давал, у меня очень много тех, кому я жертвовал. И те люди Бога благодарят за меня, а меня бы не было ни подал, они бы не благодарили, эту молитву вызвал я. И за меня молитва. Это как бы от меня идет молитва. Вообще-то здорово. Но, однако, смысл идет в том, чтобы мы непрестанно ощущали свою никчемность, свой нулевой ресурс, и во всем просили Бога. Не знаю как. Вот просто не знаю. Теперь, каждый себя проверь. Когда тебя кто просил помолиться? Конкретно тебе была просьба от кого-то. Вот это означает, что люди уже обращают внимание, что ты исполняешь этот стих. Если этого никогда не было, задумайся, посмотри, почему. Ну, я молюсь тайно, никто не знает. Это не тот случай, чтобы тайно. Если ты молился тайно, но плоды-то будут явные, апостол Павел прямо говорит, молитесь обо мне. А о чем? Чтобы была дверь отверстия к язычнику. Была она отверстия или нет? Была. Мы видим результативность этой молитвы от Колоссин. Итак, нам что Бог говорит, мы приняли, а исполнителя силы никакой нет. Вот в этом разный подход к спасению у православных, ортодоксов и у протестантов. У них так, я верю во Христа, жертвуя Христова я спасен, окончательно и пасть я не могу. У них это в основе, что это, а ты спасен, это у них коронный вопрос. С православными, когда разговаривают, баптисты, а ты спасен? Православный говорит, ну Бог его знает, какого, значит, ты не знаешь. Написано, верующим в Сына Божий иметь жизнь вечную. Он не понимает, что на этом месте остановиться и оглянуться надо. Это момент, когда я уверовал. Вот из крещения человек выходил бы, заткнулся, упал, умер. Вот это да. Но ты сделал еще пять шагов. Вы знаете, пять шагов ты мог вообще что-то сделать неизвестным. О чем подумать, какие мысли туманные нахлынули бы в голову. У православных не так спасение понимается. Уверовал я, крестился, и теперь я все время ищу вспомоществующий благодать и Божие от священства. Я прихожу и прошу, чтобы Господь подкрепил меня во святом причащении, в оставлении грехов в жизнь вечную. Они этого не знают. Они считают дальше самодостаточным, с моей стороны ничего нет. Я полностью поручаю себя Господу. Господь меня ведет, Он меня ведет в Царство Небесное. По Библии так не сходится. Бог ничего не делает без нашего участия. Как Иоанн Глатаус говорит, Бог подает милостыни, но нашими руками. Бог благовествует, но нашими ногами прекрасны ноги благовестников мир. Бог проповедует, но нашими устами нашим языком. Мы все время должны осознавать свою полную, абсолютно непригодность и немощность. У православных это выражено в молитвах. И апостол Павел, зная свое избрание, однако обращается к посомам, которые намного позже познали Бога, и говорит, молитесь. И конкретно какая у тебя будет нужда. Он знал. Вот здесь я точно знал. Открой двери, чтобы язычники могли услышать. Когда ко мне обращаются люди с молитвой, а там всюду, ну я тебе тем более имею этот доступ сейчас, ну прям начинается такая быстрая переписка, там с Италии, с Америки, с Канады, то есть очень быстро, в течение одной минуты мы несколько раз можем перекинуться, а то я разговариваю. Вот у меня такая нужда, не зная ответа. Ну как же не знаете? Не знаю. Давай просто простой. Не знаю, еще раз говорю. Помолюсь. Проходит 4 дня, человек тот звонит. Ну и что ответ? Торопишь меня? Нет, пока никакого ответа нет. Только закрыл, говорит, тут окно-то. И сразу ответ. Встал на молитву, сразу ответ. И сказал, вот так. А ответ такой тебе. И повай на Бога. И сердце человечество скажет больше, чем 7 наблюдателей. Начинай об этом молиться. Вопрос твой касается только тебя. Проверь все, как будут смотреть на это дети. Сходи посоветуйся со священником. Я получил такой ответ. А переезжать тебе, не переезжать в нашу страну обратно, я не имею права об этом даже допытываться Бога. У Бога сокрыто. Бог не нарушает свободное произволение. Вот это все время надо помнить, что мы сотворены по образу Божию. Бог мог бы давнуть кнопочку нажать, и мы все бы руки вскинули, кричали Аллах Акбар или Иисус Акбар. Акбар это означает велик. Это не призыв к тому, чтобы нападать на кого-то. Апостол Павел говорит так. Дабы мне он открыл дверь. Как должно мне возвещать? Прихожане должны знать, как его... Не знаем мы. Я просто говорю, да будет воля Божия. А чего ты сейчас просил? Я просил, чтобы воля Божия исполнилась. Чтобы ты был в Царстве Небесном. Написано, ищите прежде всего Царствие Божие, правда ее. А все сие приложится вам. И ты проси, как бы события не сложились у человека, как бы ему трудно не было, Господи, только бы он от тебя не отрекся, только бы он дошел до Царства Небесного. А остальное, вот это поэтапное, в этой жизни, как мне быть наверху, начальником или бедным, нищим, умирать от голода, от холода, это не имеет никакого значения. Это одна минута. Десять дней, говорит, притерпеть и получить обещанное. Святые это очень понимали. Сто лет не во что ставили. Сто лет непрерывного мучения, как одна минута пройдет. Вот мы считаем по истории, какие были вожди, предводители, никого ведь нету, уже и косточки сотлели у многих. И мы там же будем. Все в землю ляжем, все прахом будем. В первом послании Петра 4,7 читаем. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и борствуйте в молитвах. Проверьте себя, когда вы просили Бога, чтобы Бог открыл глаза, чтобы мы поняли, на какой версте истории мы находимся, что дальше будет? Вы слышали, что придет Христос? Мы ждем не антихриста. Сегодня только об этом говорят. Как спасти Россию, как ее поднять. Как они рисуют картинки, говорят, а нас, русских, на колени не поставишь. Почему? А мы привыкли лежать пьяные все время на земле. И нас на колени не поставишь. Смысл-то другое же вкладывать. Мы ожидаем пришествия Христа. Но так как с пришествием Христа связано предыдущее событие, а это три с половиной года царствования всемирного диктатора Атихриста, то поневоле говоря, ей приди, Господи, ей гряди, дух и невеста говорят, приди, заканчивается книга Откровения, Апокалипсис, этим самым мы как бы подтягиваем и события, которые предшествуют пришествию Христа. Это определенно. Много было толка потом, что означают такие слова в Библии написано. И не откроется погибель, да коли не будет взят удерживающий теперь. Кто такой удерживающий? Удерживающий, что Атихрист не может развернуться. Ну и у русских толкование было такое, что это царь Николай II, это удерживающий, он не давал тут масонам, жидам захватить власть, и это он такой вот был. Но его уже нет 70-80 лет, и однако жизнь продолжается. Чего он удержать мог-то? Он не мог даже удержать распадающуюся империю тогда. Он ничего не мог. Но толкование было дано раньше. Это нравственный закон, римское право, который заложен почти в каждой конституции. Пока это держится, пока нравственные устои поддерживаются в семье, ничего не сделать. И никогда так отъявлено, нагло, не попирали все нравственные законы, как сейчас. Я последнее только известие на этой неделе услышал и посмотрел, люди дают интервью. Вы никогда не поверите, что эти люди ходят по земле, и Бог их не уничтожает. Гомосексуализм, садомия, возводятся в рамках святости. Определенно. Это в Америке начинается сейчас. Прямо подписан губернатором уже указ, чтобы туалет был только один, чтобы мальчики ходили только вместе с девочками и обязаны ходить вместе. И мы все вместе, и все вместе. То есть этого и Гитлер не делал. Он гомосексуалистов всех расстреливал. Это никто не делал этого. То есть все устои, все замки скрываются умышленно по приказу. И что делают родители? Мещицы не знают, а обязаны отдать. Отнимают детей миллионами. Разрушена устой семьи. Это центр, что Бог создал. Нехорошо бы человеку одному. Только однополые браки самое положительное, чтобы женщина на женщине, а мужчина на мужчине был. Это уже официально все. Сначала на равных, а теперь уже не на равных идут. Вот оно удержившееся теперь. Молитва приоткрыла нам. Мы живем где-то совсем рядом. Уже слышны шаги. И чтобы день тот не застал нас спящими. Мы для того и познали Бога, чтобы другим вознеслить об этой истине. Ведь так вот у нас все время это не будет. И в один из дней это все закончится. И притом очень быстро. Слово очень не на десятилетия растянуто. А где-то прямо совсем рядом. Все события показывают, что они уже поняли, власть подошла, и это не безболие Божие. А нужно ли сопротивляться? Сопротивляться нужно. Не принять. Ни под каким видом. Печати от Ихриста не принять. Сегодня священники говорят, вживленный чип ничего не значит, это не отречение. Прямо с капельной проповедуют. То есть самое отъявленное, негодное сегодня оказывается священник и нигде на православие. Прямо подготавливает людей к принятию антихриста, которого прогласят императором. Это, я говорю, то уж не кто-то, а те люди, которые возле патриарха стоят. Уже вплотную подошли. А это было написано дальше у Соловьева. И венчать его будет на царство православный патриарх. Вот когда было сказано, это в начале века прошлого. Первое царство 12-23. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Мы с счастливленной возможностью обращаться к Богу всегда, когда захотим. Вот люди не поладили между собой, разошлись, ну и что, друг друга там обругали, забыли, да и с памяти стерлось. У верующих не так. Да, я не могу встречаться, я не могу разговаривать с человеком, связь прервана, но молитва не прервана. Мы молимся. Да, я не могу рядом с президентом быть, ни с американским, ни с русским, но в молитве я могу напоминать им. А Бог как-то сделает так, восставит рядом людей, которые прямо скажут, отнимут сон, и он начнет искать снотворное, а наткнется на наши труды. Он тоже из интернета почти не вылазит. Так что молиться надо всегда. Наше преимущество перед миром в том, что они думают, что что-то могут сделать, как бы сильнее нас. А мы знаем, ничего не можем сделать, но мы знаем, что все могу в укрепляющем меня Иисусе. Связь не прерывается с моими родителями, которые умерли, я за них каждый день молюсь. С друзьями, которые стали врагами, не прерывается связь. Я молюсь за всех отступников, за всех враждующих. Это чудо молитвы Бог нам даровал. Это надо оценить сегодня. Чувствовать потребность внутри. Я так немощен, Господи. Я осознаю свои немощи. Друзей всех прошу, помолитесь. Павел нуждался в этом. И он просил каждой общине молитесь. Но у него-то нужда была не та, чтобы жена выздоровела. Про жену мы ничего не знаем. Но чтобы Бог двери открыл. Зачем дверь открывать не умел. Сердца людей. Чтобы достучаться проповедью. Противников было много и будет еще больше. Но чтобы все-таки кто-то приходил. И нам об этом надо думать и говорить. 1 Фессалоникийцам 5.17 Непрестанно молитесь. 1 Фессалоникийцам 5.18 За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Воля Божия о нас та, чтобы мы постоянно молились. Идешь ты как. Ложишься и спать. Но сердце мое бодрствует и ночью. Все время надо просить. Я вам говорю об этом. Ну а что ты о себе рассказываешь? Потому что опыт моей жизни. Павел рассказывал. У меня была только одна просьба. Одна. Единственная. До ареста. Господи, не лиши меня молитвы. И когда я буду там, где ничего не будет, ни храма, ни святых икон, ни священника, дай мне дух молитвы. Я ничего не просил. И Бог дал так, что после я встречался с людьми, которые намного больше меня там были в вузах. Я спрашиваю, как у вас? Ни у кого так не было. Ни у кого. Я не просил ни передач, ни свидания, как Богу угодно. А это я непрерывно просил. И только уже год назад, в прошлом году, стало приоткрываться действие молитвы, которые я там сидел когда был. Еще сейчас только открываются. А ведь это не два, не три дня прошло. 20 лет, 25 лет, и через 25 лет Бог как бы приоткрывает завесу. Ты не знал, что это будет, а вот я тебе показываю. Там брошенное семя взошлось с людьми, которые не были, не другим рассказали. И рассказали о молитве, за которую человек был мной недоволен. Больше всего за молитву. И поэтому реакция людей, она может тебя обескуражить. Но я же доброе дело делаю. Ты продолжай делать. Ты продолжай молиться. И Бог сделает так, что семя, павшее на добрую почву, все-таки найдет дождь. Кто-то польет ее. Колоссиным 1.9 Посему и мы с того дня, как о сему слышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли его во всякой премудрости, разумении духовном. Павел молился, чтобы люди понимали волю Божию. Воля Божия есть та, написано, чтобы никто не погиб. Вот это все. Я неграмотный. Все на этом запомни. Бог не желает смерти грешника. Вот об этом мы молимся. А уже дальше больной будет, здоровый, принимать тебя будут. Это уже даже не 5-е, не 25-е. Это все ступени, через которые Бог переплавляет нас. Мы должны согласиться. Послал мне болезнь. Благодарю тебя, Господи. Здоровье дал. Слава тебе, Иисусе. Живу, все у меня есть. Ну вот меня обокрали, вот меня подожгли. Это приходится испытать. Трудно говорить, но прославь Бога. Бог что-то хочет сказать, что я не пойму еще. Может быть, в конце жизни или на том свете только пойму. Но если ты благодарил, ты нанес рану дьяволу, златоуз говорит. Дьявол больше всего не любит, когда благодарят. А если ты зароптал, да куда он Бог смотрит, да я с сиротами осталась одна. Дьявол хлопает в ладоши. Я достиг своего, она зароптала. Она потеряла молитву. Он говорит, еще и еще раз будет бить в это место. Но когда ты Бога благодаришь, а дьявол этого не ожидал, он, говорит, бежит, закрыв лицо руками. Ты благодари Бога. Колосиным 3.17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. Колосиным 4.12. Приветствует вас и попрас ваш раб, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. А чем исполнены? Мудрости, знания, смелость? Нет. Он говорит, то, что угодно Богу. Ну, то запомни. Я не знаю, что угодно. Господи, сделай так, только чтобы те люди делали то, что тебе угодно. Тут много-то, не надо памяти. Да будет воля твоя, ты же молишься утром. Воля твоя мне неизвестна, Господи. Я доверяю тебе, я буду стремиться к добру, буду слышать стук сердца. Что мне сердце подсказывает? Я буду стараться изо всех сил. Ну, благосклави, укрепи. Ихтизианам 6.18. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. И старайтесь со всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Я не знаю, кто за кого молится, как я молюсь всегда за Папу Римского каждый день. За старое Брящевского у них сейчас корнили, а для православного у них патриархом избрали Александра. А всей паспии его сразу всех захватил. За основных правителей мира в разуме их наведи страх Твой на них, Господи. Они тоже человеки. Как они отвечать будут? Всю трагедию еврейского народа не постичь никому. Тысячелетия трудиться в одном направлении, воссорить своего Мессию и окажется в лже-мессии. И он же возникнет на них гонения. Даже вообразить нельзя, что они делали. Вот самый маленький еврейчик, он знает, что он призван царствовать над миром. Вы ни одного еврея не найдете под забором. У него цель четкая и ясная. Он готовится быть помощником владыки мира. Его учат ненавидеть нас по-настоящему. А нас почти никто не учит. Как любить этого самого еврея. Как оказать ему милость рассказать ему об Иисусе. Лука 21,36 Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать предсына человеческого. Святые молились, я думаю, можно так молиться, Господи. Если можно. Не допусти, чтобы я дожил до этого времени антихриста, принятие печати. Не выдержать. Какие путки будут. Это нельзя вообразить. Я вам давал посмотреть, как они мучают людей. Что они могут сделать с ними? Святые молились этой молитвой и Господь может восхитить раньше времени. Мы никуда в тайгу не собираемся бежать продукты, не заготавливаем, мы ничего не знаем. Марка 13,33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Да, не знаем, но где-то рядом. Можем потерять жилье сегодня же и будет провозглашено, кто такого-то примет изданного, сам подверглся той же экзекуции. Никто не примет и придется замерзать. Но это только один раз. Тело будет ослабевать, а потом забвение, ничего ты уже не знаешь. Как будто бы попал в концлагерь, есть не дают, но себя как-то воображение развивать. Ничего не бояться. Это сегодня надо на молитве у Бога просить, чтобы в године искушение укрепил. Чтобы дети, внуки не приняли печать антихриста. Не бойтесь об этом говорить. Время тяжкое, время непостижимо страшное приближается. Тысячелетие говорили о том, что будет 666. Чипы все под одним номером. 666, ну и другие там цифры. Но везде стоит 666. Почему? Самая удобная цифра для обработки в электронике. Никто не знал этого. 2000 лет назад как он мог знать? И сегодня прямо на это место 13 главы апокалипсиса ссылаются все. Везде. В Бразилии началась щипизация уже. Все. Официально. Людям уже вживляют под кожу чип, там вся информация. Если ты где-то не покоряешься, отключили и все. А там счеты. Денег нету. Никаких денег нету. Одна денежная система сейчас готовится, а потом деньги будут убраны, но у тебя будут вот там вот. Нельзя не убрать ничего. Новые паспорта для загранки уже приготовили, начинают выдавать. 1000 рублей платить за каждый паспорт. Там все. Радужная твоя оболочка. Фотографий не будет всего сейчас. А цифровое исчисление. Практически невозможно поделать, но человек может потерять. А здесь всегда с тобой. Отключили. Банковский счет закрытый, ты ничего не получишь. Даже получив печать, будучи чипизированный, ты ничего не получишь. Сегодня, думай об этом и скажи, Господи, лоб мой, да не будет запечатлен сатанинским знаком. И правая рука совершает себе крестное знамение. Да не будет поражен этим знаком Антихриста. Одно из знамений того, что будет доказательств принято, не смогут совершить честный жаловарящий крест на себе. Такие люди. Почему? Правой рукой и человек касается. А ты говоришь, Евгений Сирин. У меня близкие знакомые обратились через это. Я много работал с ними, но они не обращались. Приехал один человек и мне говорят, а вы еще не креститесь? Нет, а мы баптисты. А рукой разве у вас не крестятся? Да нет. А вы знаете, почему не креститесь? Да потому, что на вас печать Антихриста уже есть. Ну, раз не можете перекреститься-то, а они сидят обе и перекрестились. Перекрестились, он говорит, тогда выходить нет, тогда вы православные, больше ничего не надо. А одна из них у нас член нашей общины. Мама умерла. Вот как Бог сделал. Одним маленьким камушком поражен был Голиаф Неверия. Филиппийцам 4.6 Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. Ты скажи, я вот это так хочу, Господи, но как Твоя воля будет, я не знаю. Помоги мне все это принять с благодарностью. Желания высказывайте свои. Господи, я хочу, чтобы глаза у меня не болели, совсем плохо вижу, но да будет воля Твоя святая. Чего хочешь? Господь спрашивает, чего? Прозреть хочу. И Господь же спрашивал, и Он нас сегодня спрашивает, чего ты хочешь? Да вот ноет, болит, уснуть не могу, хребет не сгибается, желудок болит, но Твоя воля да будет. И когда ты увидел, что ничто не помогает, тебе не травите себя лекарством. Прямое указание всех за 70 лет не лечить и вот отравлять. Я столько сейчас информации имею. Не обращайтесь дря к врачам, что детям делают прививку. Все для уничтожения поставлено. Доказательства прямо. Скажут, а не у нас. Ну может быть не у нас, но всемирное, да. Какие распыления идут, и как все погибает в природе, умышленно все делается. Притом все анализы, все это показывают. Почему? Почти 5 миллиардов надо убрать с земли. Вот почему. Это программа, ее никто не отменял у них. Этих людей, Господи, в разуме, они делают очень плохое дело. Это образ твой на земле. А мы, ну сколько жизни Бог даст? Псалом 184. За любовь мою, они врождует на меня, а я молюсь. Ответная реакция какая? А я молюсь. Псалом 54, 17. Я же вас зову к Богу, и Господь спасет меня. Псалом 54, 18. Вечером и утром, и в полдень буду умолять его пиять, и он услышит голос мой. Аминь.